Феноменальный мастер перевоплощения, любимый всеми, блистательный артист и безнадежно больной человек. В самых лучших его актерских работах читается и трагическая обреченность, и бесконечное мужество. Родился в Ивановской области. Отец Иван Борисов, директор сельскохозяйственного техникума. Мама Надежда Андреевна – агроном. Альберт. Столь редкое имя Бориса получил в честь бельгийского принца, визит которого в Москву произвел сильное впечатление на его мать. Родственники и друзья с детства звали Аликом, а уже в институте стал Олегом, хотя по паспорту так и остался Альбертом. Мама бредила театром. На репетиции драмкружка брала сыновей с собой. Пройдут годы, и оба станут известными актерами. Школа-студия МХАТ. 12 лет в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. Проблемы в театре у него начались после выхода на экраны комедии «За двумя зайцами», в которой Борисов сыграл главную мужскую роль. Это было в 1961 году. В 1963-м уволен из театра по формальному поводу. Москва, Пушкинский театр, театр Толстоногова. В Ленинградском театре актер проработал почти 20 лет. Кинодебют состоялся в 1955 году в картине «Мать», где он сыграл небольшую роль рабочего подпольщика. Роль, прославившую его, Борисов получил в 1961 году. Он блистательно сыграл Голофастова в культовой комедии «За двумя зайцами». Олег Иванович снялся в нескольких десятках фильмах и сыграл более сотни ролей в театре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С Аллой Латынской, своей женой. Олег Борисов познакомился в Киеве, когда приехал работать в театр в Лесе Украинки. Ему тогда было 22 года, Алле, студентке первого курса, 18. Отец Аллы раньше был директором этого театра. 40 лет он прожил с единственной любимой женщиной Аллой Латынской. Поженились они в 54-м. Незадолго до смерти Олега Борисова решили обвенчаться. Сын Юрий родился в 56-м году. Окончил консерваторию, был режиссером музыкального театра, кинорежиссером. Но умер в 2007 году. Мои настоящие друзья, моя семья. Мы всегда втроем, всегда вместе. В самые трудные минуты я выстоял и выжил благодаря семье. Олег Борисов 16 лет тяжело болел. Диагноз хронический лимфолейкоз ему поставили еще в конце 70-х. Но, несмотря на болезнь, продолжал активно сниматься и работать в театре. Многие считали Олега Борисова довольно сложным человеком с тяжелым характером. Только Алла знала его совсем другим. Мудрым, заботливым, терпеливым. Они вместе прошли через славу и предательство. 16 лет плечо к плечу противостояли тяжелому недугу актера. Последние месяцы провел в больнице. И Алла всегда была рядом. В больнице они отметили 40-летие своей свадьбы. Однажды он обнял ее и сказал, «Наверное, мне пора уходить».